Это каркас, вот чертежи, вот описание всего остального, что на нее идет. Вы сразу знаете, что вам нужно сделать? Ну да, тут все написано. Это как мебель из Икеа, собери сам, только масштаб немного больше, шутит Алексей и показывает часть будущего дома. Все выглядит действительно просто, даже непрофессионалу легко разобраться в чертежах. Сначала робот нарезает доски нужного размера, а потом уже люди соединяют деревянные ячейки вместе. И в итоге получается каркас. Складываем все вместе, и вот дом готов, можно жить. И плюс в нем полностью сделана внутренняя отделка, то есть любое, что клиент захотел, паркет, линоле. Дома конструкторы собирают на небольшой фабрике в пригороде Таллина. Трудится здесь всего 35 человек. Специалистов искали по всей Балтии. Алексей, например, из Латвии. Раньше был прорабом на обычной стройке, но эта работа показалась ему намного интересней. И теперь у него вахтовый метод жизни. По будням он в Эстонии, а на выходные возвращается в Латвию к семье. На стройке вечный бардак. Кто работал на стройке, тот меня поймет. Там вечно, там, то начальство у нас интересное, то еще что-то. Ну, в общем. А здесь? Ну, здесь хотя бы профессионалы. Все дома тут изготавливаются только на заказ. То есть здесь нет двух одинаковых проектов. Это экспортное производство. Основные покупатели – Швеция, Норвегия, Дания, Германия. В последнее время заказы хлынули рекой. А все благодаря одному единственному, но очень необычному дому. А что будет, если перевернуть мир с ног на голову? А получится вот такая веселая шутка архитекторов и проектировщиков. Дом наоборот, буквально. Так что если вам кажется, что у вас на кухне все время все вверх дном, то вам точно стоит приехать в Тарту и посмотреть на это. В этом доме все вверх тормашками и продумано до самых мелочей. Два этажа, ванная, кухня, несколько комнат, бытовая техника. Даже продукты в холодильнике и те вверх ногами. Хотя, конечно, жить в этом доме невозможно. Это аттракцион для туристов. Допустим, мебель, вот такие как холодильник или стиральные машинки. Из них высунуты все тяжелые части, барабаны и так далее. Они натуральные, это настоящая мебель и все. Но просто чуть-чуть легче сделано. Наталья, одна из авторов этого проекта, рассказывает, что проектировать перевернутый дом было сложно, но очень увлекательно. Такая гимнастика для ума. Здание не просто перевернуто, а еще и стоит под углом. Заходишь внутрь и начинает немного кружиться голова. Наталья вспоминает, что устанавливать дом тоже было непросто. Рабочие несколько дней привыкали думать наоборот. Иногда даже приходилось чертеж вот так вот переворачивать, чтобы, естественно, это все выглядело как настоящий обычный дом. Проектировщики уже получили несколько заказов на перевернутые дома, например, из Китая. Там такие дома хотят установить рядом с заправками и зонами отдыха для водителей, чтобы привлекать туристов. На фабрике шутят, если заказов будет много, придется строить еще один цех. Может, его поставить вверх ногами. Тогда и собирать перевернутые дома будет легче. Мария Андреева, Эдуард Колик, Балтия, неделя.